На точке сильнее оказались гости, но тут лайнсмен помешал, опасно, бросок с острого угла добивания. Ну что ж, с места в карьер начинают хозяева, хоккейсты хоккейного клуба Донбасс. И бросок уже по воротам, Донбасс в портере играет Горячевских. И действительно горячо перед его воротами подставлена клюшка, шикарно, 1-0. Все шикарно сделал Никита Иванов, нападающий крыльев Советов, остался один перед воротами и очень технично сыграл. И доволен, конечно, доволен Михаил Кравец. Решение о создании этой хоккейной команды было принято еще летом далекого 2001 года. Ну а ныне Донбасс это сильнейший хоккейный клуб Украины, победитель регулярного чемпионата завершившегося сезона. И вот так вот. Шайба в воротах Степана Горячевских. Пятером, напомню, против трех игроков хозяев играют красные звезды. Пока только через защитников пытаются добивание 3-0. Не сумели хоккейсты Донбасса все-таки отстоять свои ворота. И все поздравляют Никиту Феоктистова из команды Минские Зубры. 3-0. Красные звезды повели. И, конечно, не в чем тут винить Степана Горячевских. Пластался он тут на льду. Вот, посмотрите, спасает один раз. Но она добивание. Тут Никита Феоктистов, пожалуйста. Ну и пока у Донбасса не получается. Игра впереди. Вот сейчас вылазка к воротам. Бросок с острого угла в исполнении Сергея Бобинца. И убегает на рандеву с голкипером нападающий шайба в воротах. И все поздравляют Артема Бобикова. Реактивный форвард реактора. 92-го года рождения. Юркий. Небольшого роста 177 сантиметров. Прорвался к воротам Горячевских. И шайба уже была в воротах. И после этого уже столкнулся. А Бобиков с Горячевских.